Волговятский банк Сбербанка России считается наиболее крупным и динамично развивающимся банком региона. Объем выданных в суд, постоянно растущий кредитный портфель, развивающаяся филиальная сеть это подтверждают. Об итогах работы за первый квартал, достижениях и о предстоящих изменениях говорили на вебинаре с головными отделениями Волговятского банка. На пресс-конференции журналисты по Волжье впервые в режиме онлайн задавали вопросы председателю Волговятского банка Сбербанка России Сергею Мальцеву. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Волговецкий банк обслуживает клиентов в Нижегородской, Кировской, Владимирской областях, республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия, Мариэл. В этом квартале банку удалось заработать почти 6,5 миллиардов рублей. Активы выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. На общем фоне чувашское отделение выглядит довольно неплохо. Сегодня чувашское отделение получилось так, что занимает лидирующие, как правило, первые места в Волговятском банке по доле Сбербанка на так называемом домашнем рынке. Напомню, по прошлому году мы по количеству выполненных показателей вообще были лидерами. Мы удержим эту практику, лучшую практику и в этом году. Журналисты подметили, что в прошлом году часть рынка Сбербанк потерял. На что председатель Волговятского банка Сергей Мальцев ответил, что в этом году стоит амбициозная задача – удержать долю на рынке. На это сейчас направлены все усилия. Улучшается качество продукта, онлайн-сервиса, филиальной сети. В первом квартале мы запустили спецпредложение по индивидуальным потребительским кредитам, когда были предложены индивидуальные процентные ставки, индивидуальные условия для наших клиентов. С 1 марта мы снизили ставки по жилищным кредитам и автокредитам. И стартовала акция 12.12. Это 12 процентов, 12 лет, 12 первоначальный взнос по жилищным кредитам на приобретение строящихся объектов. В этом году мы запускаем новую биллинговую систему банки. Она будет развернута к осени текущего года. Она будет объединять наш фронт, устройство самообслуживания, позволит нам уже сейчас предложить нашему клиенту, в этом году мы это будем делать, возможность делать автоплатеж, допустим, за квартиру. Мы серьезно изменим интерфейс наших устройств самообслуживания, он нас не устраивает, он будет более дружелюбным, более доступным. Постоянно идет работа и будет другое дополнение для наших клиентов Сбербанк онлайн. Постоянно обновляется филиальная сеть банкам. Только в начале года на территории Волговятки открылись 46 обновленных офисов, в том числе и такие, которые позволяют обслуживать маломобильные группы лиц. Сегодня у нас переформатировано и установлено новых филиалов именно 26. При этом задача этого года дополнительно ввести в работу еще 17 переформатированных филиалов. То есть мы реально как бы значительно прибавляем в темпах. Я думаю, там результаты в целом, когда мы будем подводить погоду, будут интереснее. У нас 4 филиала в городе, оборудованы порядка 10 рабочих мест, которые позволяют людям с проблемой по слуху воспользоваться в более комфортных условиях услугами банка. В ближайшее время появятся и передвижные пункты кассового обслуживания клиентов. Они будут выезжать в самые отдаленные села и деревни, тем самым позволяя их жителям свободно пользоваться услугами банка. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.